Это не было мероприятие одного цесаревича и одного крейсера. Это было глобальное мероприятие всего военно-морского флота. Познакомиться с самобытной Индонезией нашим соотечественникам удалось еще в XIX веке, когда российские морские экспедиции стали посещать острова Архипелагра. Налаженные с тех времен контакты, в том числе гуманитарные и торговые, активно развиваются. В 1920 году наши страны отметили 70-летие двусторонних дипломатических отношений. В ходе пятидневного пребывания цесаревича Николая в Бангкоке в марте 1891 года он сдружился с королем Рамой V. Вот именно такие теплые отношения сыграли важную роль в решении Рама V совершить поездку по Европе с посещением российской столицы. Как известно, именно в ходе этого визита была достигнута договоренность об установлении дипломатических отношений Сиама с Российской империей. Верю, что сегодняшняя встреча никого не оставит равнодушным, внесет свой вклад в развитие отношений Российской Федерации со странами Юго-Восточной Азии, основанных на взаимном уважении, подлинном знании, в том числе и духовных традиций наших народов и наших стран. Естественно, что эта поездка имеет особое значение и для русской православной церкви. Царь Николай за свою мученическую кончину на православном увлеке святых, и в этом свете вся его деятельность должна быть проанализирована как имеющая педагогическое и назидательное значение для верующих людей. Я сильно верю, что принц Николай's journey to the east, особенно в Батавии, has played a significant role from a historical perspective towards the establishment of Indonesia-Russia relations. Одним из важных пунктов программы Восточного путешествия будущего последнего русского царя Николая Романова стал Сайгон. Событие подобного масштаба, безусловно, имело огромное значение до всего комплекса активно развивавшихся в то время русско-французских отношений. Ухтамский был очень наблюдательным человеком и не просто хроникером, а в значительной степени, может, даже отражал тенденции или мысли, так скажем, наиболее передовой части российского истемблишмента, который думал шире, чем просто европейскими категориями, а такими уже глобальными. Благодаря той, в том числе, и научной дипломатии, благодаря той истории, которая у нас сохранилась, выстраивать всесторонние отношения с этим уникальнейшим, интереснейшим регионом. Помню, что мы действительно великая держава, которая имеет бесценный материал для того, чтобы им делиться со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Потому что наши исследователи, наши ученые и царевичи, значимый вклад во все это большое дело. Перед нами остро стоит задача сохранения исторической памяти России, духовно-нравственного облика ее народа, патриотического воспитания граждан. И в этой связи хотим сказать, что было бы ошибкой не упоминать культурную, духовную, историческую и геополитическую значимость путешествия на дюна наследника цесаревича Николая Александровича на Восток.